Во всеоружии с Михаилом Ходоренком. Российские войска должны провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Чем немного остудил горячие головы на Западе. Но вы как человек военный объясните, пожалуйста, самое первое, что хочу вас спросить. Понятно, что не раскрывая никакой военной тайны, что это за силы и средства? Вы знаете, для начала мы отметим, что о многих вещах, но опять-таки, как говорят математики, мы будем говорить в первом приближении. Поскольку это дело тонкое, там действительно масса военных секретов. И что касается нестратегического ядерного оружия, но его еще можно назвать и тактическим ядерным оружием, что оно собой представляет? Это ракеты, снаряды, мины. В разных видах вооруженных сил и родах войск. Или, может, правильно говорить, родах войск. Потому что иногда считается неправильно поставил ударение, и ты уже недостаточно культурный человек. Я как-то к этому отношусь с большой иронией к подобным выражениям. Но, тем не менее, если говорить, например, о воздушно-космических силах, оперативно-тактической авиации, то это могут быть самые элементарные бомбы свободного падения. Ну, естественно, в ядерном и термоядерном исполнении. Или это могут быть управляемые ракеты, как говорят военные, со специальными боевыми частями различной мощности. Что касается ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, если такой род войск, то там это, например, снаряды к свольной артиллерии в ядерном исполнении. То есть это снаряды калибра 152 мм, уже есть снаряд такой и в ядерном исполнении. Опять-таки, 203 мм есть снаряд, 240 мм мина к миномету «Тюльпан». Вот это тоже ядерные заряды достаточно приличной мощности. Но, по данным из открытых эстонщиков, опять-таки, где-то примерно 2 килотонны этот снаряд. Это достаточно много, собственно говоря, для разрушения любого опорного пункта противника. То есть для его полного вывода из строя. Опять-таки, ядерные боевые части есть у оперативно-тактических ракетных комплексов. Как правило, все-таки ядерные боевые части, но комплектуются не то, что там, как некоторые говорят, типа подстыковали то обычный заряд, то ядерный. Ну, как правило, нет. Как правило, все-таки это специальная ракета с повышенной надежностью. Она, как правило, в некоторых из них даже... И им присваивался индекс «Н». Вот там дублированы некоторые системы. Ну, чтобы не произошло никаких нештатных ситуаций при выполнении боевой стрельбы ядерным боеприпасом. И, ну, масса вообще вот тактических ядерных боеприпасов. В свое время они были экзенитным управляемым ракетом. И очень-очень большой, скажем так, номенклатура ядерных боеприпасов в военно-морском флоте. Есть даже ядерные мины в инженерных войсках. То есть это очень-очень богатый арсенал, который, собственно говоря, готов к применению в любое время. Потому что очень много злопыхателей, западных обозревателей. В основном это наши, без всякого привлечения, изменники. Причем вот что характерно, вот что характерно, начинают там рассуждать о всякой ерунде. И, как иногда говорят, тем самым проявил полное непонимание и незнание предмета. Я не хочу называть никаких фамилий вот этих злопыхателей, чтобы не создавать им лишние рекламы. Но мне так спрашивают, так и хочется спросить у некоторых. Ну вот, а есть ли один, например, выходец, например, из первого главного управления службы внешней разведки. Ну и рассуждая ты там про своих шпионов, про свои там вербовочные подходы, объекты потенциальной разработки. Какого хрена ты лезешь в ту сферу, где ты вообще никакого понятия даже не имеешь о том? Тем более вешаешь откровенную лапшу слушателям. Ну его слушают там многие. Ты же ни разу не присутствовал ни на таких учениях, ни в хранилищах, ни разу, что называется, не держал в руках этот ядерный боеприпас. Что, кто, какая сила тебя заставляет там нести всякую чепуху, рассказывать людям, что оно у нас, типа, в Российской Федерации проржавело, там, поросло мхом, кустарниками. Там птицы свили свои гнезда, и вообще у них ничего нет, и такие учения или не проводились, или на них отрабатывали всякую ерунду. Но вот мне, вот мне как человеку, у которого в свое время было, в моем подчинении имелось ядерное оружие, вот, ну я не могу без возмущения слушать вот подобное выражение. Вот мне так и хочется, чтобы у него на голову свалился ядерный фугас в этом плане. Потому что не надо никогда говорить ерунды. Во-первых, оно есть, оно боеготово. Во-вторых, специалисты, которые отвечают за его хранение, эксплуатацию, это специалисты наивысшей квалификации. Я, вот, посмотреть даже, как работает расчет, вот, например, на регламентных работах ядерного выбора, вот, для меня это было удовольствие. Потому что, например, ну, если, опять-таки, упростить ситуацию, не вдаваться там в те дали, ну, например, один только читает. Вот, читает инструкцию по эксплуатации, что делать с ядерным боеприпасом. Второй смотрит, правильно ли он читает. Третий там стоит с отверткой, опять-таки, отвертка там установленного размера, там, все, чтобы он вот именно для этого там прокручивания этого болта. Так, ну, я так упрощаю. То есть, исключительно штатный инструмент. Все одеты в фирменную, так сказать, одежду. Ну, там, рабочие кабинезоны с повязками, там, первый номер, второй номер, третий. Ну, такая работа, что вот, ну, вызывает, вот, так сказать, только уважение. Опять-таки, все это контролируется начальниками соответствующими. Вот, даже когда мы, например, поднимаем ракету с ядерным боеприпасом, с технологической тележкой, ну, для того, чтобы ее перегрузить на технологическую тележку, то, во-первых, кран должен быть. Кран, который только-только, значит, прошел все необходимые технологические испытания. Чтобы не уронило. Да, это такелажное все оборудование, все проверенное, все новое, все свежее. На этом мероприятии присутствуют все вот командиры, которые вот так непосредственно вроде не принимают участие. Но не хочу перечислять их по должностям, в том числе и я там, то есть это приложив, как говорится, козырек, руку в виде козырька, наблюдаешь за всеми этими техническими процедурами. Поэтому все вот эти разговоры о том, что что-то там проржавело или не готово к боевому применению, это, ну, ложь, которая не имеет вообще никакого отношения к действительности. Потом хранятся они в идеальных условиях. И вот если будет необходимость применения, это будет, это вопрос ни дней, ни недель, ни месяцев. Это свалится на голову наших неприятелей, ну, просто, что называется, в режиме реального времени. А где возможно применение вот этого тактического ядерного оружия, и кто дает команду пуск? Потому что это же не стратегические ракеты. А в любом случае, стратегические, не стратегические, это зависит, принятие решения исключительно от верховного главнокомандующего. И вот некоторые себе представляют, что у него есть какая-то там гигантская кнопка красная, там совершенно невиданных размеров. Вот, он ее нажимает, и одновременно производится, одновременный старт всех межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок. Это не так. На самом деле, верховный главнокомандующий, он только дает разрешение на применение ядерного оружия. И дает команду на разблокировку ядерных боевых частей. Поскольку вот без разблокировки вы применить свой ядерный боеприпас не сможете. Почему? Потому что, когда вот такая команда дается на разблокировку, то это поступает в соответствующий сигнал. Ну, сама процедура, как бы тут не вдаться в лишние подробности. Не надо, не надо. Вот. Ну, короче говоря, работает расчет, работает с помощью кода блокировочных устройств, снимается блокировка, загораются транспаранты, блокировка снята, пуск разрешен. Все. Дальше уже. Если это тактическое ядерное оружие, то оно применяется уже в соответствии со сложившейся обстановкой. Теми или иными командирами, которыми уже дано добро на применение этого оружия. То есть, к примеру, если это командир подводной лодки, и он получил разрешение на применение ядерного оружия, и у него, например, на подводной лодке есть торпеды со специальными боевыми частями, то он производит пуск этих торпед уже в соответствии с конкретной сложившейся тактической обстановкой. Они не по приказу президента, естественно. Президент свои функции выполнил. Дал разрешение на применение ядерного оружия. ВОВСЕ ОРУЖИЕ ВЕСТИ ФМ ВОВСЕ ОРУЖИЕ Хотел все-таки тоже вас попросить, Михаил Михайлович, как вы говорите, без уточнения деталей. Собственно, как будет вот эта проверка боеготомности проходить? Как будет выполняться приказ президента? Ну и в Белоруссии тоже будут проверять тактическое ядерное оружие. Это что? Это прям будут стрельбы именно такими вот снарядами? Либо развертывается система, проверяются все, кто должен на своем месте быть, чтобы они были на своих местах и быстро и четко выполняли свои функции? Видите ли, если получен, опять-таки, эта команда называется выдача ядерных боеприпасов, но они уже выдаются в исправном проверенном виде, поэтому соответствующим расчетам остается только одно. Или пустить изделие, скажем так, оперативно-тактическую ракету, или выстрелить снаряд из той же самой гаубицы калибра 152 мм. То есть там уже вполне конкретные функции, ничего там уже не надо проверять. Что касается, по каким объектам это может быть применено, но опять-таки, как сказано, в ответ на провокационные действия. Провокации бывают мелкими, бывают крупными, масштабными. Нет. Понимаете, вот, опять-таки, мы тут только свои оценки излагаем, что если, например, в вооруженном противостоянии, в вооруженном противостоянии на Украине примут участие подразделения соединения части регулярных вооруженных сил Североатлантического альянса, то есть прибудут на Украину в полном составе, получат свои там полосы обороны или наступления, ну вот тогда может стать вопрос о применении тактического или, как сказано, нестратегического ядерного оружия. То есть вот само прибытие вот этих подразделений и частей Североатлантического альянса в зону специальной военной операции, ну это, собственно говоря, перевод, перевод вот этого конфликта, ну в совершенно другую плоскость. Он получает тогда совершенно иное значение. Что же касается учений, вернемся опять-таки к учению, то, скажем так, что на данном этапе нам ведь неизвестно ни замысел этих учений, никакие силы и средства привлекаются к ним, ни этапы, ни вопросы там, которые конкретно будут отрабатываться. Все это военная тайна. Но вот что мне лично хотелось бы сказать в этом плане, опять-таки это сугубо мое оценочное осуждение, мнение и не более того. Но если мы хотим продемонстрировать вот свою готовность к применению ядерного оружия, то вот на мой взгляд, все-таки, опять-таки, оно должно закончиться, ну, какими-то реальными пусками и реальным применением этого оружия. Но не по противнику, упаси Бог, на данном этапе, а, например, на полигоне. Вот как мне это лично видится? Опять-таки мне могут сказать, ну и маньяк же вы, батенька, ядерный. Мы даже сказали на полигоне. Да. В том плане, что вы, опять-таки, собираетесь нарушить, выйти из баратория по ядерным испытаниям, выйти из договора 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех сферах и так далее. Но, а с другой стороны, ну если так ставится вопрос о прибытии контингентов объединенных вооруженных сил НАТО в зону специальной военной операции, то вопрос может встать, ну, в полном соответствии, опять-таки, с военной доктриной Российской Федерации о и применении ядерного оружия. А чтобы это не осталось на словах, ну, тут опять мы сугубо свои оценки излагаем, потому что, ну вот, все вот эти мероприятия, которые осуществляются в ходе вот учений по отработке применения ядерного оружия, если нет реальных пусков и реальных подрывов, то это, в общем-то, как-то вот, ну, незаметно не производит впечатления. Ну, например, прохождение там всех команд. Ну, незрелищно это, правильно? Или там работа расчета по разблокировке ядерных боевых частей. Ну, тоже вроде как-то незрелищно. Охрана, оборона, выдача, перемещение по маршруту следования. Ну, вот, в качестве видеоролика-то показать нечего. И, опять-таки, вот те же самые злопыхатели, о которых я только что говорил, могут сказать, да это у них там не более чем слова там. Опять-таки, это ядерный блеф, это ядерный шантаж. Да за этим ничего реально не стоит. Да это они там только нагнетают. Нам, опять-таки, неизвестно, какие решения в этом плане принимает военно-политическое руководство нашей страны. И мы не в этом плане. Мы, опять-таки, все наши рассуждения, типа, из рубрики «Если бы директором был я». Ну, так вот, в этом плане все-таки, как мне представляется, это сугубо опять мое мнение, в который раз подчеркиваю, что все-таки необходимо для убедительности, для зрелищности, для, так сказать, чтобы это не было только словами или каким-то блефом, провести реальные пуски ракет со специальными боевыми частями, но сделать это исключительно на полигоне, на Новой Земле, в частности, на учебном поле Д-2, на полуостровый сухой нос на Новой Земле, ну, с реальными воздушными подрывами ядерных боевых частей. Меня могут спросить, а что-нибудь подобное вообще в нашей практике было? Или вы это фантазируете уже до такой степени, что, как говорится, может мало не показаться? Нет, мы проводили подобные учения до 1963 года. Я вот назову только два из них. Кстати говоря, опять-таки, вот эти злопыхатели, когда их спрашивают, да такого никогда не было, да там никто представление об этом никогда имел и так далее. Но опять-таки, мне так и хочется произвести эту фразу из фильма «Банда Нью-Йорка». Да что ж ты, черт побери, такое несешь? Но если ты не разбираешься в этом вопросе, какая злая тебе сила заставляет нести эту хинию? Были подобные учения. Например, в 1961 году из района Салихарда пускали ракеты Р-12 с реальными ядерными боевыми частями, которые реально подрывались на полигоне Новой Земля. На дальность где-то 800 с лишним километров эти ракеты пускали. Это было сделано еще почему? Потому что тогда затевалась операция «Надырь». Но вот как отправлять ракеты, ядерные боевые части на Куму, если вы не проверили, а это реально, это работает или нет? Долетит или нет. Долетит или нет, первое, второе, сработает или нет? Сработало. Это одна операция, называлась операция «Роза». Была еще операция «Тюльпан». «Тюльпан» — это операция была еще круче. Все-таки Салихард, полет на 800 километров в сторону Новой Земли. Но там, по большому счету, не населенные, не обжитые эти пустынные абсолютно территории, Тундра, Арктика, никого там нет, даже упадет ракета, не так страшно. А вот операция «Тюльпан» — это была гораздо круче. Но если мне будет позволительно произвести такое слово. Это уже из-за Байкали осуществляли пуск ракеты Р-14, которую тоже собирались отправить на Кубу. Это из района 4-й ракетной дивизии, населенный пункт Дровяное. Она пролетела там 3000 с лишним километров до Новой Земли, опять-таки до поля Д-2 на полуострое, сухой Нарс. И там только подорвало. Взрывы были воздушные. Причем мощность боезаряда была 1,9 мегатонны. То есть, ну как, на несколько порядков больше, чем та же самая Хиросима и Нагасаки. То есть, такие у нас учения проводились. Потом, естественно, когда заключили договор к 1963 году о запрещении испытаний в трех сферах, моратории, с тех пор и не проводили. Так может быть, пора и вот в сложившейся обстановке, может быть, даже пора и возобновить, и возобновить. Опять-таки, ну с применением всех мер безопасности, чтобы это были воздушные подрывы, которые не приводили бы к существенному радиоактивному заражению местности. Потому что если подрыв воздушный, то, в принципе, уже там через несколько часов радиационный фон близок к нормальному. Так что вот такие вот дела. Но опять, как вы всегда говорите, это все на усмотрение военно-политического руководства страны. Это было личное мнение Михаила Ходоренко, нашего военного обозревателя. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!